Исполком ВАДА лишил РФ права участия в международных турнирах на 4 года. Такое решение принял Исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА. Решение ВАДА в очередной раз доказало, что сегодня спорт превратился в грозное оружие, применяемое против России. Фото, EPA, также запрещено принимать на нашей территории чемпионаты мира. В течение четырехлетия нельзя подавать и заявки на их проведение. Исполком признал РУСАДА несоответствующий Всемирному антидопинговому кодексу. Госдума примет заявление на тему решения ВАДА по России. В принципе, все было вполне ожидаемо и, об этом писала в понедельник российская газета, заранее проштампована. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово. Как сообщает пресс-служба ВАДА, рекомендации комитета по соответствию были приняты Исполкомом единогласно. Очень обидно и еще одно нелепое решение. Государственные служащие Российской Федерации, думается, что под ними подразумеваются сотрудники Министерства спорта, не имеют права присутствовать на крупных международных соревнованиях. Еще более грубо звучит подобный запрет в отношении руководителей Олимпийского и Паралимпийского комитетов России. Ведь это явный нонсенс. Ни одного упрека в адрес этих организаций в сокрытии каких-либо данных из московской лаборатории не высказывалось. Решение ВАДА в отношении российского спорта было вполне ожидаемо. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово. Согласно всем общепринятым и признанным международным правовым нормам РУСАДА имеет право в течение 21 час дня обратиться в КАЗ, спортивный арбитражный суд, и высказать соображения по поводу решения исполкома ВАДА, привести собственные аргументы в свою защиту. Защищать спортсменов до конца журналисты РГ связались с людьми из мира большого спорта с просьбой прокомментировать решения, принятые в Лозанне. Первое слово генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу. Многие удивляются этому решению. Но мы же предупреждали, что РУСАДА находится сейчас в статусе обусловленного, а не безусловного режима соответствия. И если есть хоть какие-то отклонения от технических норм, то и решения принимаются соответствующие. Решение ВАДА может не вступить в силу до Олимпиады в Токио. Вы спрашиваете, будем ли мы обращаться в спортивный арбитражный суд. Отвечу так. Мы должны защищать наших спортсменов. И если есть хоть миллионный шанс, что обращение поможет, то делать это обязательно надо. Проигравшей стороной оказались именно спортсмены, подавляющие большинство которых абсолютно ни в чем не виновно. Но они превратились в заложников некоторых спортивных чиновников, принимавших неверные решения. В свою очередь, министр спорта России Павел Колобков на пресс-конференции в Москве отметил, что видит хорошие перспективы отстоять наши права в суде. Процедура такова ВАДА направила решение руководителю РУСАДА. Теперь у наблюдательного совета РУСАДА есть 21 час день на подготовку ответа согласны с решением или нет. Если не согласны, ВАДА отправляет иск в спортивный арбитраж, который будет рассматривать все с нуля. Это куда более объективный процесс, с тремя независимыми судья. В рамках слушаний будут опрошены свидетели, эксперты. До этого момента решение, принятое в Лозанне, в силу не вступит. Минус. Медведев. России надо обжаловать решение. ВАДА. Также с журналистами по горячим следам встретился глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков. Позиция ОКР остается неизменной. Санкции носят неадекватный, нелогичный и чрезмерный характер. Убеждены, что на Олимпийские игры в Токио российские спортсмены должны поехать в составе команды, которую сформирует Национальный Олимпийский комитет, как это записано в Олимпийской хартии. И мы сделаем все от нас зависящие, чтобы Олимпийская сборная выступила в Японии под цветами российского триколора. В рекомендациях и в самом отчете ВАДА не содержится никаких обвинений в адрес ОКР и ПКР. Это было отмечено в том числе и в официальном заявлении Международного Олимпийского комитета. Тем не менее последствия предписания исполкома ВАДА напрямую ущемляют право наших организаций. Например, в части коллективных ограничений к членам исполкомов ОКР и ПКР. «Мы также категорически против того набора требований ограничительного характера в отношении чистых российских спортсменов». Минус. В Сафеде сравнили решение ВАДА с санкциями против России. Атлеты, которые в честной борьбе, не нарушая никаких правил, завоевали право соревноваться, должны делать это в точно таких же равных условиях, как их соперники. Однако решением ВАДА российские спортсмены лишены равноправия, так же как прав человека и гражданина представлять свою страну. Невозможно понять позиции руководителей ВАДА, озвученную на итоговой пресс-конференции, о недопуске к участию в международных соревнованиях российских спортсменов, имена которых могли быть упомянуты в предположительно отсутствующей части базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Наказание без доказательств, равно как и наказание гарантированно невиновных, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Борьба с допингом должна вестись бескомпромиссно и жестко в рамках закона. Виновные должны нести полную ответственность. Но закон не может превращаться в кнут для невиновных и применяться избирательно по национальным, идеологическим и, тем более, политическим основаниям. Личное мнение. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкенни заявила, что не планирует менять гражданство, и возмутилась из-за отсутствия реальной поддержки атлетов со стороны некоторых спортивных руководителей. Не сомневалась в подобном исходе. Не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедший опозор. Дальнейшие планы. Бороться за себя и выступать. «Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас. Буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе. Я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», – написала Ласицкенни в Instagram. Спорт, спортивная жизнь, допинг, спортивные организации, вада, допинговые скандалы.